Восемь вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Тело стрелка в Мантии. Скандальным судьей из Одессы занялись судьи столичные. Кому кризис, а кому юморина. Как депутаты отметили праздник дурака. На кого кивает Кива? Почему главный борец с наркопреступностью бегает от психиатров? Сразу напомню, что подробности сегодня лишь открывают большой информационный вечер на канале. После нашего выпуска не пропустите очередной эфир «Черного зеркала». Неделя была, конечно, малорезультативной, но с политической точки зрения лишь. А вот очень насыщенной и показательной по всем остальным темам. Нам будет о чем поспорить в студии, вам будет зачем наблюдать. Обещаю. Вот одна из таких топ-тем недели. Дело погоревшего на взятки и озверевшего одесского судима. Который день следим за его развитием. И вот в эти минуты в Соломинском райсуде столицы избирают меру пресечения Алексею Бурану. Его подозревают в получении полумиллионной взятки. Напомню, во вторник во время задержания с поличным Буран сначала открыл огонь по детективам антикоррупционного бюро и сотрудникам полиции. А затем выпрыгнул в окно. Накануне Верховная Рада дала добро на его арест. И вот есть ли уже вердикт суда. Давайте узнаем у Елены Механик. Она следит за заседанием. Лена, здравствуй. Ты с нами на прямой связи. Какие у тебя последние новости? Вечер добрый, Алексей. Ну, после сегодняшних показаний подозреваемого судьи Бурана, детективная история со стрельбой, побегом из окна, через заборы, раненой рукой и так далее, оказалась еще более запутанной. Хотя сам он так не считает. Говорит, мол, вены себе не резал, а поранился о стекло, в бойцов НАБУ не стрелял, а случайно нажал на курок, гранату не кидал, а бросил, даже сам не понял, что. И вообще объясняет, что вел себя неадекватно, потому что защищал детей, а ко всему в придачу работа у него нервная, вот и не смог совладать с собой. Мы же, на картошку перебираем, а перебираем судьбы, у меня, наверное, сдали нервы в определенный момент, а вообще-то, в основном, судьи очень не защищены. Подозреваемый давил на жалость, как мог, кто показывал перевязанную руку, то несколько раз упоминал, ну, очень пожилых родителей, и, кстати, сказал, что тот самый роскошный особняк, в который нагрянули бойцы НАБУ, именно родительский, а не его. А сам он за 25 лет работы в суде так особо ничего и не нажил, да и за границей был всего-то раза четыре. Ну, а адвокат Бурана сообщил, что деньги, которые были найдены при обыске, никакой не вещдок, хотя у стороны обвинения совершенно другие аргументы. Эти деньги, никакой не свидетельствуют о том, что это предметом хабаря. Почему? На них нет следов специальной краски, нет там каких-то отпечатков пальцев, бурана, все-все купюры, протоколы не вказаны, а есть видео, и такое поверхное видео. Вот это много денег тут, а какие номеры, и что номеры. Мы имеем классический хабар через посередника, когда особа думает, если деньги берет она, не она особистая, а певная ее доверена особа, то в правоохранных органах сломаются зубы, мы не будем ничего доводить, и дамо возможность строить еще дома, и в Савиньоне, и на Киепре. Судья до сих пор остается в совещательной комнате, и мы ждем приговор. Алексей. Очень интересно узнать вердикт, особенно потому, что судьи столичные судят своего коллегу по мантии. Лена, как только будешь знать результат, дай нам знать, мы выведем тебя на прямую связь, и узнаем, что же присудят, какой залог или наоборот, возможно, оставят за решеткой столичной суде своего одесского коллегу. Это была Елена Механик из Соломенского рассуда от столицы. Пока с ней не прощаемся, еще ждем от нее новостей. Ну, а я напомню, что появление неуловимого судьи Бурана вчера в сессионном зале вызвало удивление, как у нардепов, так и у журналистов. В НАБУ о своей причастности молчали, ведь судья лицо неприкосновенное, и задерживать его противозаконно. Сегодня у парламентариев тоже больше версий, чем конкретных ответов на вопрос, кто же все-таки доставил судью-беглеца в Раду. Одни утверждают, это сделали детективы НАБУ, другие, что Буран на депутатский суд пришел добровольно. В аппарате Рады несколько прояснили ситуацию, судья материализовался в парламенте по их приглашению. Пришли также глава Верховного суда и представители ГПУ. Но ситуация могла получить совсем другой поворот, говорят нардепы. С того момента, как судью поймали на взятке до парламентского добра на его арест, Буран вполне мог скрыться. До момента принятия решения Верховной Радой, удачи согласия на арест и задержание, мог сесть на самолет и вообще улететь из страны. Фактически два дня этот судья Буран ездил, так сказать, по стране в сопровождении сотрудников НАБУ в качестве пока свободного на тот момент человека. Эту правовую коллизию нужно регулировать. Он обратился в парламент с просьбой прийти и дать возможность пояснить свою позицию. Были сотрудники антикоррупционного бюро, их тоже пропустили по просьбе антикоррупционного бюро в зал Верховной Рады. Обещанного три года ждут. Создание новой коалиции снова, я даже не скажу, которую уже по счету раз перенесли. Депутаты, похоже, уже и сами настолько устали от торгов и перекраиваний, что даже обещания новые давать ленятся. Им своя рубашка сегодня была ближе к телу. Весь день решали, как же усидеть на двух стульях. Елена Зорина вернулась из парламента. В международный день смеха депутатам не до смеха. По-разному, возможно, ставитесь до первого квитня. В полупустом зале говорят о реформах, тарифах и культуре. О премьере, который не пришел, даже не вспоминают, как о его последователях и новой коалиции. Слушают обещания министра в их замок о повышении прожиточного минимума с мая и постепенной отмене налога на пенсию. Говорят и о деньгах Януковича, которые все пытаются вернуть, но не получается. Так называемые еврооптимисты окружают трибуну. Болезо того, что выступают против конфискации активов без суда и следствия, на них начали давить. Прикриваться повернением активов Януковича – это провокация и технология, которая используется при тиске на нас. На сегодня мы с вами створили все абсолютно инструменты для того, чтобы могли повернуть эти активы, эти ценные паперы в властность государства. О деньгах и зарплатах говорят и в кулуарах. То ли из-за долгих коалиционных поток, то ли из-за больших аппетитов на министерские кресла. В парламенте предложили избранникам сидеть на двух стулех сразу. Чиновничьим и депутатским радикалы даже начали собирать подписи. Но быть ли совмещенцем мнения разделились. Это европейская норма. А зарплаты при этом сколько получают? Две или одну? Больше зарплата поглощает меньше. Поэтому будет получать там, где больше платы. Зачем, чтобы, например, воры были в трех местах? Лучше один вор будет воровать один на три, так сказать, зарплаты. Я думаю, что совершенно правильно они будут сидеть здесь, одновременно в Кабмине, одновременно еще в администрации. А если совсем серьезно, я считаю, что это преступление против Конституции, допускать этого нельзя. О большинстве, создание которого анонсировали еще вчера, сегодня депутаты предпочитают не говорить. Дескать, соображать на двоих неинтересно. Лучше повременить. Правда, спикер отмечает прогресс. Вымальевывается решение створения новой коалиции. Не буду забегать наперед. Но самое главное, что в рамках этих всех переговорных процессов политических, затянувшихся, перезавантажение уряда, перезавантажение коалиции. Это не просто створение какого-то посад, который нужно объемить, а реальный план действий с четким и зрозумимым результатом. А это может быть критерием нового объединения. А вот в прапрезидентской фракции предположили, до рождения новой коалиции осталось дней 10. А в пропремьерской только и кивают на коллег. Блок Петра Порошенко шукает. Насколько я понимаю, два не хватает. Ну, вчера ж были заявы про вход к них депутатам. Я думаю, что вдасться. Я не буду прихильником коалиции на двух, потому что я считаю, что это будет слабкая коалиция. Мне байдуже, сколько будет депутатов новой коалиции. Мне по великому рахунку и байдуже, как будет прозвище премьер-министра будущего. Я хочу, чтобы началась публичная, честная дискуссия относительно того, почему завели страну в абсолютный тупик, почему завели Украину в абсолютную кризу. Политический кризис могла бы разрешить коалиция, от которой зависит и судьба правительства, и страны в целом. Но для политиков 1 апреля вопрос большинства стал поводом пошутить. Юрий Луценко в Фейсбуке предложил сокращенную версию Кабмина. Премьер, МИД и МВД. Олег Ляшко тоже смеха ради вступил в большинство. Качество юмора оценивать сложно, но коалициада сегодня превратилась в юморину. Елена Зурина, Ольга Рыцарь, Иван Ермаков и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Как долго шутить этому парламенту осталось? Не закончится ли затянувшаяся коалициада для кого-то слезами? Ну и как долго мы еще будем наблюдать за этим политическим кризисом? Обсудим все новости недели и официальные, и полученные нами от своих источников во власти уже совсем скоро в эфире «Черного зеркала». Тело, найденное в конце прошлой недели в Черкасской области, действительно принадлежит адвокату Юрию Гробовскому. Это подтвердили его сестра, накануне приехавшая из Израиля, и стоматолог-защитника. Напомню, Гробовский представлял в суде интересы российского ГРУшника Александра Александрова. Последний раз адвоката видели в офисе 6 марта, а 20 числа в военной прокуратуре сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Гробовского. Спустя несколько дней нашли еще одного. Ими оказались 26-летний житель Полтавской области и 19-летний житель города Катоска Одесской области. Подозреваемые показали место, где закопали тело, в селе Канело Жашковского района. Также признались, что Гробовскому надели на ногу браслет со взрывчаткой, чтобы тот не сбежал. На этой неделе военный прокурор Анатолий Матиос показал видео, снятое задержанными. На нем адвокат, как будто под действием психотропных средств, говорит, что отказывается защищать Александрова. По одной из версий, причина убийства – профессиональная деятельность Гробовского, а именно защита российского ГРУшника. Похоронят Гробовского завтра в Киеве на лесном кладбище. Есть характерные признаки тела, ног. Верхняя часть хуже подается опознанию. Следователь показал нам фотографию сразу после того, как тело нашли. И эта фотография не оставляет никаких мест для сомнений. Мы сделали все возможное. В частности, мы предоставили следствию врача, который проводил протезирование Юрия. И, соответственно, он, к сожалению, также подтвердил, что тело, находящееся в Бюро судной экспертизы, принадлежит Юрию Гробовскому. Боевики стягивают тяжелую технику в оккупированную Горловку. По данным нашей разведки, пророссийские наемники уже доставили туда более 100 единиц тяжелой техники. Украинские военные не исключают, противник может пойти в наступление. Готовы ли отразить атаку? Наши военные, знает Ирина Баглай. Откуда! 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 Их цель колонна врага с боеприпасами сорвать подвоз, и противник не сможет атаковать. Колонну накрывают плотным огнем. Главное, говорят, чтобы патроны в магазине не закончились. В основном быстро это происходит. Секунд, наверное, не знаю, 50 в условиях боя. Бой длится не более полуминуты. В случае засады у штурмовиков минимальные шансы выйти живыми. Но такие засады эти ребята прошли еще в 2014 году, когда одноименная рота Майструка 34-го батальона освобождала Дзержинск. Тогда и потеряли командира, но блокпост врага захватили. Двоих убитыми, причем хороших командира роты потеряли, и бойца там 2-го взвода, Майструка и Ибрагимова. И благодаря тому, что у нас командир роты туда очень хорошо гонял, отбили засаду, взяли блокпост, блокпост, ну и соотношение потерь два погибших у нас, у них около 30. 34-й батальон прошел линию фронта от Дебальцевского плацдарма до Донецка. Но больше всего они запомнятся горловским боевикам. Полтора года армейцы не дают им прорвать оборону, а тактикой ползучей атаки бесшумно оттеснили противника из ближайших сел. И на учениях все в рамках минских договоренностей. Самое тяжелое орудие – гранатомет, а по весу этот – Калашников. Тяжелая 12-килограммовая вещь. Из него можно стрелять и стоя, если ты умеешь. Если ты там чуть-чуть тренировался. Так может стрелять почти любой боец нашего подразделения. Не менее часа в день – физподготовка. Ты там зашел на позицию – боевая тревога. Надо на всякий случай постоять дольше. Там сердце лупит. Надо это все тренировать, конечно. Ну хотя бы надо утренняя зарядка. Немного там сегодня кардио, завтра на турники, на брусьях. Хочу-чуть потихоньку. Надо куда-то дальше выходить. За год они стали семьей. И главное для них – жизнь боевого товарища. Страшно ошибиться и при этом поддать под огонь товарища. Не столько за себя. Мы же не за себя приходим воевать, а за то, чтобы защищать свою страну. Атака врага отбита. Все вышли целыми. Командир объясняет все благодаря слаженности. Большинство из них остались в армии на контракт. Шутят. Если ты готов к работе для настоящих мужчин – защищать родину. В 34-м батальоне тебя ждут. Ирина Баглая, Александр Данилов, Николай Терещенко. Из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Как не жить на одну зарплату? Харьковский мэр Геннадий Кернес обнародовал свою декларацию. Согласно документу, за прошлый год градоначальник заработал 15 миллионов гривен. При этом фактически он без скала и двора. У Кернеса нет ни квартиры, ни машины. Только мифические 7 квадратных метров, которые он указал в графе «Земельные участки». Кстати, из 15 миллионов дохода только 60 тысяч гривен зарплата. Все остальное – дивиденды, проценты, ценные бумаги и доходы от продажи имущества. При этом в декларации мэр почему-то забыл указать свою нынешнюю жену Оксану Гайсинскую и детей. Поэтому данных об их имуществе в отчете чиновника нет. Кадры янтарного побоища. Сегодня МВД обнародовало видео столкновение между правоохранителями и копателями. Произошла стычка два дня назад, неподалеку от села Клесов, это в Римненской области. На месторождение Персидская гора, где работали старатели, нагрянули спецназовцы. Но на месте никого не застали. А когда возвращались, люди перекрыли им дорогу. Многие были в балаклавах. Спецназовцев стали забрасывать камнями. Были слышны выстрелы, с чьей стороны сказать сложно. Досталось и копателям. В результате пострадали несколько старателей и 10 полицейских. Все обратились за медицинской помощью. Почему так агрессивно встретили правоохранителей, копатели объяснили. Полицейские приехали на месторождение, которое хотели бы взять под свой контроль, по их мнению. Правоохранители же утверждают не крышевать. Бороться с незаконной добычей они приехали. После того, как президент озвучил свои вимоги, что до припинения незаконного возбудка борщину, полиция и другие подразделения на своем уровне все-таки сделали все, что могли, что от них стосовалося. Всегда были и затримания, и выключение борщину, и открытие криминальных проведений. Однако, даже и местное население просит, чтобы это все можно было бы регулировать только на законном уровне. Вашингтонские хроники. Петр Порошенко сегодня в США участвует в саммите по ядерной безопасности и провел много двусторонних встреч. О чем президент вел переговоры, и о чем договорился, и с кем накануне с Байденом, спросим у Дмитрия Новсенко на Вашингтоне. Дима, передаю тебе слово. Прошу. Алеш, добрый вечер. Ну, тут очень многое есть, что рассказать. И в первую очередь, о встрече президента Порошенко с американским вице-президентом Байденом. Ну, ты помнишь, накануне, когда мы в прямом эфире с тобой эту тему обсуждали в подробностях вчера, то, в принципе, еще нечего было говорить, только-только встреча началась. Вот сейчас есть очень много новостей и очень много месседжей. Что касается встреч сегодняшнего дня, то главное, она закончилась буквально два часа назад с генеральным секретарем ООН Пангимуном. Президент Порошенко говорил с ним и о создании миссии безопасности на Донбассе. Это, в принципе, очень важный месседж для самого президента. Он его упоминает практически на каждой встрече здесь, в Вашингтоне. Ну, и, во-вторых, говорил об освобождении украинских пленников, в частности, Надежды Савченко, и для того, чтобы задействовать весь потенциал объединенных наций, чтобы Надя и другие украинцы оказались на свободе. Встреча, которую мы ждем сейчас, она состоится буквально через несколько часов с одним из главных еврооптимистов, одним из главных евроадвокатов Украины, польским президентом. Где-то под вечер она уже будет. Ну, и сейчас хочу сказать о встрече с Байденом, потому что вот через несколько часов после того, как она завершилась, очень много новостей появилось. Самая главная договоренность, которую достиг здесь, в Вашингтоне, президент Порошенко, а эта встреча с Байденом действительно можно считать одной из самых главных, это финансовая помощь Украине. Ну, во-первых, Байден сказал о том, что 335 миллионов долларов Америка выделит Украине без всяких условий для реформы сектора безопасности. Ну, в частности, для реформы армии и национальной гвардии. Ну, а другая цифра, это 1 миллиард долларов, 1 миллиард долларов кредитных гарантий. Эта тема обсуждалась с президентом и на встречах с американскими министрами. Так вот, Байден просуммировал, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы нашей стране эту сумму выделить. Есть лишь одно условие – формирование действенного правительства, которое действительно будет работать, программа действий которого будет понятна. Ну, и еще одна договоренность, договоренность важная для того, чтобы на месте скоординировать вот всю эту и финансовую, и политическую, и военную помощь Соединенных Штатов. Уже где-то через месяц, в начале мая, в Киев прилетит госсекретарь Керри. Вот такие новости из Вашингтона. Алексей. Дмитрий Леонопченко был на прямой связи с подробностями из Вашингтона. Спасибо, Дима. Небо над неоправившимся еще после кровавых терактов Брюсселем по-прежнему закрыто. Аэропорт не принимает рейсы, и связано это с несовершенной системой безопасности. Кто в ультимативной форме требует от бельгийских властей усилить меры защиты, и что предлагают подробнее наш европейский корреспондент София Гордиенко. То, что с системой безопасности в стране надо что-то решать, бельгийские власти уже поняли. Но что именно пока думают? Помочь, а точнее ускорить этот процесс дума не решили полицейские, работающие в аэропорту. В ультимативной форме заявили, на работу выйдут только после пересмотра условий службы. Например, требуют проверять всех на входе в аэропорт. Здесь даже рамок, как в Борисполе, например, нет. А также обеспечить детекторами, взрывчатки и полицейскими собаками. Всё это, кстати, просили и ранее, но ответ остаётся прежним. Нам говорят, что денег на всё это нет, оснащения нет и вообще нигде в Европе такого нет, и нам это делать незачем. Это не отговорка, и мы решились на забастовку. Ещё полицейские просят проверить всех сотрудников аэропорта. Говорят, многие работники, особенно багажные службы, мусульмане в частных разговорах поддерживают действия террористов. И хотя объект технически готов к открытию, из-за забастовки он не может начать полноценную работу. Профсоюз полицейских и власти ищут компромисс, так как потери от закрытия воздушных ворот просто миллионные. А вот бельгийская и французская юстиция компромисс уже нашли. Брюссель дал добро на экстрадицию единственного выжившего после парижских терактов логиста Салаха Абдеслама. Он обещает сотрудничать с французскими следователями. А вот что он сообщил бельгийскому следствию и вообще сообщил ли хоть что-то, пока неизвестно. Тайна. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности телеканал Интер. Бельгия. Брюссель. Германию захлестнула волна преступности. Только количество квартирных краж за последний год возросло на 10%. И почти половина из них делала рук приезжих гастролёров. Кто же обворовывает немцев? Расскажет Татьяна Лагунова. 19 квартирных краж со взломом в час. Это полицейская статистика по Германии за прошлый год. Цифры, которые опубликовали сразу несколько немецких изданий, показывают. Количество ограблений увеличилось сразу на 10%. Эти данные уже прокомментировал председатель союза сотрудников немецкой криминальной полиции Андре Шульц. По его словам, Германия стала магнитом для хорошо организованных преступных группировок. Орудуют домушники из балканских стран, государств Северной Африки и Юго-Восточной Европы. Очень активна, по словам Шульца, грузинская мафия. Она набирает группы преступников и отправляет их в Германию под видом беженцев. По прибытию воры подают прошение о предоставлении убежища. И пока его рассматривают, чистят квартиры. Причем задержать правоохранительным органам удается только каждого шестого грабителя. Причина – нехватка полицейских. В последние годы штат постоянно сокращали и сейчас в Германии для обеспечения порядка. Не хватает в среднем 20 тысяч полицейских. Политики уже пообещали решить этот вопрос, но пока немцам советуют устанавливать в своих квартирах надежные замки, а у двери макеты видеокамер. Есть шанс, что вор не заметит обмана и передумает. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. А Париж сегодня напугал взрыв в центре города. Огонь охватил несколько этажей жилого дома. Всех жильцов эвакуировали. Черный дым окутал центр Парижа. Пострадали 17 человек. Из них 11 пожарных. У одного очень тяжелое ранение. В полиции поспешили успокоить горожан. Это не теракт. Скорее всего, взрыв бытового газа. Больше подробностей дня. Далее в выпуске, но после небольшой паузы. Дырявая оборона. Куда исчезли деньги, выделенные на фортификационные сооружения под Одессой? Ядовитые пары хортицы. Кто превращает заповедник в свалку яда химикатов? Гроза наркоманов и наркодилеров снова увильнул от медицинского свидетельствования. Начальник департамента по борьбе с наркопреступностью нацполиции, скандальный Илья Кива, проигнорировал обязательный психиатрический тест. На этот раз прикрылся командировкой. Это уже вторая попытка центра рекрутинга нацполиции проверить психическое состояние Кивы. Это необходимо для переаттестации. Первая была два месяца назад. Тогда он не пришел, сославшись на болезнь. В последние месяцы Кива развел активную деятельность, закрывал, но так и не закрыл один из столичных клубов. Предложил запретить для свободной продажи некоторые лекарства, содержащие кадеин и парацетамол. А на странице в фейсбуке советовал всем читать Ветхий Завет. И цитировал стих из книги Левита о наказании гомосексуалов смертью. А в другом посте отказывался проходить переаттестацию и называл себя жертвой наркозговора. Прокурор Одесской областной прокуратуры, подозреваемый в получении взятки, внес за себя залог. Сегодня суд определил Александру Мадебадзе меру пресечения. 60 суток под стражей или 275 тысяч гривен залога. Прокурор выбрал деньги. Операцию по задержанию, напомню, провели прямо в центре города, на глазах прохожих. Мадебадзе якобы получил 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Известно также, что в прокуратуру Одесской области он попал буквально две недели назад, после личного собеседования с Давидом Сакварелидзе. А вот самого Сакварелидзе прямо сейчас допрашивают в ГПУ. Допрос длится уже девятый час. Бывший замгенпрокурора проходит как свидетель по делу об исчезновении 2 миллиардов долларов в помощи, предоставленной США для реформирования прокуратуры. Сакварелидзе заявил, что не знает, где эти деньги и готов давать показания. Бриллиантовые адвокаты просят для себя охрану. Об этом они заявили сегодня журналистам. По словам Сергея Казаченко, защитника прокурора Шапакина, выступить перед прессой решили из-за инцидента с автомобилем. Напомню, два дня назад неизвестные обстреляли машину адвоката на столичной автостоянке. Никто не пострадал. Казаченко сообщил, что это не первая попытка покушения на его жизнь. Несколько месяцев назад во двор его загородного дома бросили две гранаты. Также защитники уверены, нацполиция умышленно не ведет следственные действия по этим делам. В Одесской области исчезли 700 тысяч гривен. Выделили их на строительство фортификационных укреплений. Куда делась такая крупная сумма и кто мог стоять за ее исчезновением? Андрей Анастасов расскажет. По данным СБУ, миллионы гривен поступали в Одесскую область из госказны. На них должны были сооружать фортификационные укрепления. Вот только что это за объекты и где конкретно находятся, или должны были находиться, видимо, военная тайна. Во всяком случае, в СБУ об этом не говорят. Известно только, что деньги увели чиновники. Частина целевых бюджетных ассигнований была прокручена через низкую коммерческую структуру и в дальнейшем раскрадена. Интересно, что фирмы, на счетах которых терялись бюджетные деньги, находились в соседней Николаевской области. Уже зафиксировано, что таким образом исчезло около 700 тысяч гривен. И проверки продолжаются. Кто же стоял за мошеннической схемой? По данным наших источников в правоохранительных органах, деньги осваивались через Одесскую областную администрацию. Там ситуацию пока не комментируют. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности от телеканал Интер. Немалые деньги идут и на строительство европейского вала на границе с Россией. Они тоже из госбюджета. Стоимость проекта 400 миллионов гривен. За эти деньги в Харьковской, Черниговской, Сумской и Луганской областях должны быть построены фортификационные сооружения, способные становить вторжение врага. Ну вот только пока все это выглядит как ров. Местами сетчатый забор с камерой наблюдения и датчиками движения. Военные эксперты по поводу такой защиты границ высказываются очень скептически. Утверждают, намного эффективнее было бы организовать мощную службу слежения, а границу должны патрулировать группы быстрого реагирования. Проект «Стенал» в таком формате, который он задекларирован Кабинетом Министров, соответственно, теми службами, которые занялись этим проектом, он не имеет смысла, потому что он не создает очень мощные системы защиты. В этой ситуации работают очень мощные средства радиоразведки, технического контроля. А миллионы бюджетных гривен для липовых переселенцев. Хитрую схему, которая полтора года успешно работала в Днепропетровской области, разоблачили сотрудники прокуратуры и СБУ. Как оказалось, в миграционной службе оформляли выплаты людям, проживающим на временно оккупированных территориях. Естественно, по бумагам они числились переселенцами. Таким образом, государственную помощь получали 6 тысяч псевдопереселенцев. На Мариупольском направлении наемники пустили в ход ствольную артиллерию. Только за минувшие сутки наши позиции обстреляли 26 раз. Огонь враг сосредоточил вблизи сел Гнутово и Толоковка. Все подробности от нашего военкора Станислава Кухарчука. Сопровождение украинских офицеров совместного координационного центра мы едем на позиции под Толоковкой. Уже вторые сутки там не прекращаются обстрелы из тяжелой артиллерии. Сейчас эта территория изрыта воронками. От снарядов. Вот лишь часть того, что накануне летело в наших бойцов. Командиру опорного пункта даже не хватает слов, чтобы описать весь этот ужас. Вражеская артиллерия накрывала позиции перекрестным огнем. Только чудом никто из ребят не пострадал. Я как раз старший поста и этот успел вывезти под Копу и только вот представители попрятать одежды, чтобы все бронежилеты и каски. Ну и ждали. От голубой свистела так же. А я там... О том, что позиции обстреливали не только из минометов, подтвердили офицеры совместного центра. Они зафиксировали и замерили воронки от снарядов. Такие разрушения может сделать только САУ. Положительное 122 миллиметра. 150. 122 миллиметра снаряд, который углубляется, и такой большой получается на воронку. Боевики вели обстрелы с закрытых позиций в оккупированных Коминтерно в октябре и Саханке. Ответить наши бойцы не могли. Артиллерия еще с осени отведена от линии фронта. Это было основное требование минских договоренностей. Военные говорят, артобстрелу предшествовал полет вражеского беспилотника. Перед этим несколько дней подряд противник вел здесь активную разведку. Сильный и мощный был артиллерийский обстрел. Явно это не колхозники, не шахтеры, не трактористы. Наверняка это хорошо обученный личный состав. В штабе оперативно-тактической группировки Мариуполь подтверждает, что за последние дни боевики стянули к линии соприкосновения тяжелое артиллерийское вооружение и свежее подразделение. Есть информация, что бояки готовят большую провокацию с обстрелом непосредственно населенных пунктов, то есть прилегающих к Мариуполю. Это Гнутово, Толоковка, Пищевик. Одновременно ситуация обострилась и на Волновакском направлении. Там боевики также активно начали применять тяжелую артиллерию. Если обстрелы продолжатся, командование группировки планирует закрыть все пункты пропуска в данном секторе. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Николай Кендратенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. В заповедной Хортице обнаружили склад заброшенных ядохимикатов. Как оказалось, хранились они здесь многие десятилетия. При этом ядовитое вещество утилизировать не спешит никто. Почему? Выясняли наши корреспонденты. Учуяв невыносимую вонь, сотрудники национального заповедника Хортица насторожились. Осмотрели остров и на территории бывшего института механизации животноводства обнаружили сотни разбросанных банок с химикатами. Тут фенолы есть. Плавиковая кислота, соляная кислота, фенолы, серная кислота. Откуда все эти емкости, знает Екатерина Денисенко. В институте, от которого остались одни руины, пенсионерка проработала полвека. В лаборатории я была отдельно по химикатам, там комната, но кто-то банки уже позабирал. Кто-то уже там было банок, уйма. Сотрудники Хортицы вызвали спасателей, но те только собрали опасные находки, сложили в одном помещении и уехали. Говорят, утилизировать ядохимикаты, среди которых есть и неизвестные, не могут. Для утилизации у нас в Украине имеются специальные предприятия, которые имеют на эту лицензию. Там есть такие реактивы, после которых будут очень большие ожоги на коже человека. Они опасны, даже некоторые вещества смертельно опасны. Руководство заповедников замешательств, ведь заброшенная территория института им не принадлежит. И по закону они не могут навести там порядок, в том числе и оплатить утилизацию опасных находок. Потому что объект, по факту, належит Академия Агрархнаук. То, что там в середине находится, это майно Академии Агрархнаук. Сотрудники заповедника написали письмо коллегам и надеются, что те уберут со своей территории опасные находки, а чтобы наверняка обратились еще и в полицию. В заповеднике подчеркивают, медлить опасно. Территория не охраняется и кто угодно может просто разнести ядохимикаты по всему острову. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Россия и Польша договорились о продолжении грузоперевозок. В Данске стороны подписали договор, рассчитанный до конца года. Каждая получает по 170 тысяч разрешений, 30 тысяч для третьих стран. Предшествовала соглашению непростая дискуссия. Москва и Варшава не могли достичь компромисса относительно квот. Отмечу, что Украина, как страна-транзитер, имеет существенную долю доходов от бюджета, от транзитных потоков и международной торговли. В свое время блокада на границах российских грузовиков стоила немало. Стране только по приблизительным подсчетам Мининфраструктуры. В феврале потери составили 115 миллионов гривен. Один из лидеров президентской гонки в США, скандальный бизнесмен Дональд Трамп, продолжает преподносить сюрпризы. На этот раз он неожиданно встретился с руководством Республиканской партии, кандидатом в президенты, от которой надеется стать. А что необычного в этой встрече, все расскажет наш собственный корреспондент США Тихон Зятко. Казалось бы, ничего странного в этой встрече нет. Один из претендентов на право стать кандидатом от Республиканской партии встречается с руководством Национального комитета этой партии. Так и было бы, если бы это не был Дональд Трамп, скандального бизнесмена, который неожиданно стал лидером Республиканской гонки и укрепляет свои позиции. В Республиканской партии не любят. Его выдвижения к кандидатам не хотят, ведь он сам по себе неуправляем и непредсказуем. Таньяк даже объявил от обещания поддержать любого, которого в итоге выдвинет партия, отказывается. И вот встреча с Республиканским национальным комитетом и его руководителем Рейнсом Прибусом. Встреча продлилась около часа. В своем твиттере Трамп написал, ждем воссоединения партии и это произойдет. Наблюдатели отмечают, встреча означает, что Республиканская партия, похоже, рассматривает возможность договориться с Трампом и принять его в качестве кандидата. Сам же он продолжает шокировать американское общество своими высказываниями. На этот раз о последствиях запрета абортов. Должно быть введено наказание за аборты, да или нет? Да, некое наказание должно быть. Для женщины? Да, для женщины. Это заявление Трампа вызвало бурю возмущения, но лишь участие американского общества. Его сторонники бизнесмену лишь аплодировали. Правда, затем команда Трампа выпустила разъяснение. Дескать, наказание должно быть, но не для женщин, а врачей. Как бы то ни было, компания переходит в решающий этап. В нынешнем месяце пройдет целый ряд праймерис, и они определят, кто же станет кандидатом в президенты. Ближайшие уже через 4 дня в штате Висконсин. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Велосипедный спор на миллион долларов в США. Женщина-гуманоид от дизайнера в Гонконге. И самый дорогой зеленый бриллиант в Китае. Об этом и не только. Посмотрите в нашем международном обзоре. Около 20 миллионов долларов за редкий зеленый бриллиант намерены выручить в Гонконге. Камень под названием «Зеленая Аврора» стоит так дорого и за редкого цвета, и необычно большого веса, более 5 карат. Как утверждают организаторы аукциона, зеленого бриллианта такого огромного размера на рынке до сих пор не было. Автор культового, прилегающего мужского силуэта, дизайнер Эдди Слиман уходит из дома моды Ив Сен-Лоран. Ради его облегающих джинсов в начале 2000-х похудел даже гений моды Карл Лагерфельд. Последние 4 года Эдди, парижанин с тунисскими, бразильскими и итальянскими корнями, проработал креативным директором Сен-Лоран. Он провел полный ребренинг компании, убрал из названия имя основателя Ив и вдохнул в коллекции новую эстетику. Кто заменит Эдди во французском лейбле и куда подастся, сам дизайнер пока неизвестно. Новый электрокар представила американская компания Тесла. Разработчики уверяют, без подзарядки автомобиль способен преодолеть почти 350 километров, а за 4 секунды еще и разогнаться до 96 километров в час. В Америке пятиместный автомобиль стоит 35 тысяч долларов. Пока электрокар доступен по предварительному заказу. Ключи от первых машин владельцы смогут получить не раньше, чем через год. Почти полтысячи километров на велосипеде за 31 час удалось проехать миллионеру Дэну Билзиряну. Известный венчурный капиталист и игрок в покер заключил пари, что доберется из Лас-Фегаса в Лос-Анджелес на байке за 48 часов. Общая сумма спора более миллиона долларов. Некоторое время впереди Дэна ехала машина, с которой снимали путешествие и принимала на себя встречный ветер. Каждые 50 километров спорщик взвешивался, переодевался и менял велосипеды. Подготовиться помог легендарный велогонщик Лэнс Армстонг. Победив, миллионер перечислил его благотворительному фонду 25 тысяч долларов. Искусственную женщину создал для себя дизайнер из Гонконга. Гуманоиды разработал по собственным эскизам. На воплощение давней детской мечты потратил полтора года и 50 тысяч долларов. Прообразом русоволосой и зеленоглазой Марк 1 стала голливудская звезда, имя которой создатель держит в секрете. Скелет робота напечатан на 3D принтере. Тело частично покрывает силиконовая кожа. Андроид двигает ногами и руками, может поворачивать голову, менять мимику и даже разговаривает. Мартышки-разбойники. В Китае во время уличного выступления обезьяна сняла брюки с дрессировщика. Действовали проказники сообща. На видео запечатлено, как одно животное вцепилось артисту в волосы, а другое подбежало сзади и оголило мужчину перед зрителями. Выходка подопечных заставила дрессировщика покраснеть. Скончалась самая известная женщина-архитектор в мире. Захи-Хадид было всего 65. Наследие архитектора увидела и изучила Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. Ее история не сказка о Золушке, а будничный рассказ об очень трудолюбивой иракской девочке, которая приехала учиться в Великобританию, где раскрыла свой талант. Признания и награды посыпались позже. Поначалу идеи молодого архитектора никто по достоинству не оценил. Проекты оставались на бумаге до постройки вот этой пожарной части в Германии. По задумке она напоминает бомбардировщик Стелс. Как-то немецкий журналист спросил меня, как вы, девушка с Востока, добрались до западного мира. Я ответила, прилетела на самолете. А потом посыпались заказы. Центр современного искусства Розенталя в США, вокзал в Страсбурге, музей искусств в Копенгагене, еще один музей в Риме, лондонская галерея Серпантин. Сама Заха Хадид не раз признавалась, что больше всего любит вот этот свой проект. Акватик-центр в Лондоне. Еще и потому, что жила тут неподалеку. Действительно огромный бассейн в виде волны, построенный специально к Олимпиаде, как памятник творчеству архитектора. Здесь и правда чувствуется фирменный стиль Хадид, где она отметает общепринятую геометрию, не проводит ни одной ровной линии, ни одного острого угла, использует искаженную перспективу. Плавать в таком центре одно удовольствие. После того, как игры закончились, этот прекрасный центр для водных видов спорта стал лучшим местным спортзалом. Сюда приходят дети из соседских школ, тренируются рядом с нашими атлетами. В 2004 году Заха Хадид стала первой женщиной, получившей престижную притскеровскую премию в области архитектуры. И позже не переставала удивлять своими идеями, чего стоит только проект оперы в Гуанчжоу. В Москве в прошлом году открылся бизнес-центр Доминион Тау, а белоснежный центр Гейдара-Алеева в Баку стал настоящей жемчужиной и одной из визиток столицы Азербайджана. Идея была создать абсолютно гладкую поверхность. Ландшафт напоминает скалу, которая буквально расплывается и становится горой. Умерла Заха Хадид от сердечного приступа. Семьи у нее не было. На офисе теперь табличка закрыта. Но полным ходом идет строительство нового музея в Майами. Это ее последний проект. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Триумф на льду. Хоккейный клуб Донбасс стал победителем чемпионата Украины в этом сезоне. В командном активе это уже четвертый кубок первенства страны. Финальная игра прошла в Киеве. Дончанам упорно противостояла столичная команда. Но в итоге игроки Донбасса одержали уверенную победу. Теперь, после почти двухлетнего перерыва, связанного с событиями на востоке Украины, команда Дончан вернется в европейские хоккейные чемпионаты. Это была эйфория, это была радость не только за себя, но и за всю команду. И для болельщиков, которые нас приезжали весь год, поддерживали. И на выездах, и дома. Я поздравляю всех болельщиков Донбасса. Непосредственно всей Украины, других странах, болельщиков, которые нас поддерживали на протяжении всего сезона. Это наша общая победа. Мы вернулись, чтобы победить ради них. И последние новости об одесском суде-стрелке. Меру пресечения Алексею Бурану пока так и не избрали. Как сообщает наш корреспондент Елена Механик, уже почти два часа судья находится в совещательной комнате. Ну а теперь еще об одном судебном процессе. В Святошинском суде-столице начались слушания по делу бывших сотрудников МВД. Как подозревают в ГПУ, именно они передали тетушкам более 400 автоматов Калашникова и свыше 20 тысяч патронов. И именно это оружие могло быть использовано в кровавых расстрелах в феврале 2014 года. Продолжит Руслан Смещук. Первое подготовительное судебное заседание по делу четырех бывших правоохранителей, которые накануне расстрела людей на Майдане, якобы передали тетушкам. Четыре сотни автоматов выдалось жарким. Защита несколько раз заявляла отвод гособвинителю. По мнению адвокатов ключевого обвиняемого Ростислава Заворотного, прокурор не объективен. Прокурор, он в первую очередь, должен быть беспристрастным. Тут мы видим исключительно зубы, тут мы видим исключительно, что я все сделаю, чтобы заворотники в тюрьму. Справы по Майдану должны раскрываться, но они должны раскрываться и действительно винные особи притягиваться к ответственности, а не создавать информационную цепь от Бувайла. В свою очередь прокурор Александр Ганилов заявил, попытки его исключения из процесса – это попытки адвокатов Заворотного избавиться от опасного процессуального оппонента. Вин не выгоден в этом производстве, в защите. Им не нужно, чтобы прокурор, я, который знает это производство, который может им воспрепятствовать в том, чтобы избежали уголовно ответственности наши обвиняемые. Сам Ростислав Заворотный, которого называют ключевым обвиняемым, вину отрицает. Мужчина провел в СИЗО почти 9 месяцев и был выпущен на свободу неделю назад. На данный момент у него нет никакой меры пресечения, то есть спокойно может уехать из страны, но обещает этого не делать. Говорит, из него пытаются сделать козла отпущения. Николи я не отримывал автоматов, тем более в такой количестве патронов до них. Их я не отримывал, и никакого отношения к этой справе я не могу. И мне очень обидно, что меня называют тетушкой, до которых я никогда не относился. После нескольких неудачных попыток поменять прокурора, судья отклонила все ходатайства защиты. Новый, неожиданный отвод. Объективно, мы стали сомневаться в вашей неопереженности. Шановный суд, сторона Заворотного заявляет вам отвед. Теперь другому суде предстоит решить, оставить коллегу вести процесс или заменить на иного человека в мантии. Следующее заседание по резонансному делу состоится не раньше 11 апреля. Руслан Смещук, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. И уже через несколько минут в эфире Интера ток-шоу «Черное зеркало» с нами на связи ведущей программы Евгений Киселёв. Евгений, приветствую. Сегодня, конечно, день смеха, но мне кажется, тем для обсуждения веселых как-то найти на сегодняшний эфир очень сложно. Вы со мной согласитесь или нет? Ну, Алексей, что я могу сказать? Мы продолжаем с вами, я напомню, что Алексей Лихман ассистирует мне в качестве соведущего программы «Черное зеркало». Мы с вами, Алексей, новой темы, главной, по-прежнему не нашли. Мы по-прежнему который раз будем обсуждать политический кризис, который продолжается в стране уже третий месяц. И вы знаете, вот я вспоминаю, люди постарше тоже наверняка помнят 2006 год, когда был установлен рекорд, можно сказать, продолжительности такого же политического, ну, похожего политического кризиса, тогда после выборов в Верховную Раду не могли сначала сформировать коалицию, потом правительство, всё это, в общем, премьериада, калициада, спикериада, всё это в общей сложности длилось 4 с лишним месяца. Ну, у нас 2 с лишним месяца, но, как говорится, нет таких крепостей, которые бы не сдавались большевикам. Так что всё может ещё произойти. Ну, а если серьёзно, будем говорить о том, предрешён ли исход этого кризиса, сформируется ли в итоге двухпартийная коалиция, о которой всё более и более уверенно говорят, или нас ждут какие-то сюрпризы. Спасибо, Евгений, за анонс. Хорошего эфира нам с вами. Зрителям напомню, старт «Чёрного зеркала» уже через несколько минут. Совсем немного осталось, пожалуйста, дождитесь. В студии «Чёрного зеркала» мы с вами и увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова